Узбекистан впервые открыл доступ на свой рынок казахстанским банкам. Соответствующее соглашение между Центробанками двух стран подписано сегодня в Алматы. Коммерческие банки нашей страны теперь смогут создавать или приобретать трансграничные учреждения на территории соседнего государства. Для выхода на узбекский рынок они должны отвечать определенным требованиям. Это наличие уставного капитала в размере не менее 100 миллионов евро, в вековой ленте в тенге для родительского банка и в размере 100 миллиардов сумм для трансграничного учреждения. А также долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале не ниже B. Первым о своих планах открыть дочку в Узбекистане ранее, напомним, заявил Народный банк Казахстана. Тот факт, что Народный банк обозначил свой интерес в этом направлении, наверное, просто откроет дорогу и для других финансовых институтов, если для них это будет интересно. А я думаю, это будет интересно, особенно с учетом тех реформ, которые делает Узбекистан, емкость этого рынка, большая емкость рынка, большое население. Я думаю, финансовая доступность и инклюзивность финансовых услуг на самом деле говорит о том, что потенциал у этого рынка огромный. Кроме того, стороны договорились обмениваться информацией по изменениям в банковском секторе, вопросам нормативно-правового регулирования, контроля и надзора. Отмечу, что делегация Узбекского центробанка в ближайшие дни также будет находиться в Алматы для обмена опытом с казахстанскими коллегами в сфере валютного регулирования. Отмечу, Национальный банк Узбекистана намерен переходить на инфляционное таргетирование. В области становления условий, зарождения условий для перехода на инфляционное таргетирование будет интересно поработать в части моделирования на краткосрочный период инфляции. И особый интерес – это надзор, учитывая то, что в Казахстане несколько раз было этапы оздоровления банк-системы. То есть, когда банки пережили несколько кризисов, именно действия Национального банка Казахстана по оздоровлению банк-системы позволили нивелировать все возможные негативные последствия.